Доброе утро всем! Мы выезжаем. Я уже девчонок младших отвезла в школу с утра пораньше с помощью Джашика. Для него это очень важно быть с нами. Сейчас я с Габриэлом и с Джашиком едем, заберем Анжелику. Получается, что работа Анжелики находится рядом с дантистом Габриэлом, Артаданта. Так что мы заберем ее, сбросим ее на работу или наоборот сбросим его к Артаданту, а потом ее на работу. Потому что у него прием в 9.30, Анжелике на работе надо быть в 9.45. Мама на работе. Алик спит. Он у нас ночевал. Он спит. Мы его оставили в покое. Джульетта уже проснулась готовиться на работу. Она оторвала еще одну смену довольная. Все смены, конечно, по три часа. Не так уж много, но и на этом спасибо. Ладно, едем с Анжеликой. Мы забрали Анжелику, она с Джашиком. И мы проезжали через главную улицу, как бы центр Брокенера, там где мама живет. И они перекрыли, там где все магазины и рестораны, перекрыли эту часть и готовятся к чему-то. Вот так, надо быстренько узнать, что там происходит. У нас же гость, надо развлекать его. Я не знаю, может какое-то мероприятие готовится интересное. Надо разузнать. На данный момент, я думаю, сегодня последний чудесный день. У нас вообще утром было 55 градусов. Красота. Сейчас уже 63. И будет под... Высокая температура будет 82. Так что, я думаю, после работы Анжелики, может мы пойдем в этот большой парк, наш знаменитый в Талстике Gathering Place. И проведем время там. Ну, а также узнать, что тут происходит. Потому что у нас Аликс до следующей среды. Надо развлекать. Ладно, поехали. Сбросила Габриэла. Сбросила Анжелику. Звонит Дюллет. Я как раз вот ее сбрасываю. Анжелику. Звонит Дюллет и говорит, мама, я уже что хочешь сделала с машиной, я не могу ее завести. Елки-палки. Ей на работу на 10. Сейчас 9.34. Другой конец сбора. Охреневаю здесь. Наверное, поеду ее... Я не знаю. Короче, еду домой. Если что, Габриэл подождет. Блин, я бензин сожру. Как капец с этими машинами. Все, сбросила Джульетту. Это просто капец. Я на мели, у меня опять бензина нет. Покаталась мама. Тут у меня по пути к фривэю, к скоростной дороге, есть одна бензоколонка. Надо залить бензин и ехать за Габриэлом. Потом везем Габриэла в школу. Еще искали. Это было ланч. Надо ланч сбросить туда. Попросить Габриэла, чтобы он занес. Вот такой день. Знаете, у кого хорошее утро? У Алекса. Я думаю, он спит и пропустил все это. Ой, я говорю, блин, сколько машин у нас и только парочка, на которые можно положиться. Я не знаю, это или из-за холодной погоды. Ну, как бы я уже говорила, да, что у Джульетты бывают эти проблемы, что она с трудом заводится. Ездит нормально, заводится с трудом. Или, говорит, вчера Анжелика ее ввела, эту машину. Может, из-за этого что-то она там запарковала не так, как надо. Ну, короче, это белый дом Оклахомы, друзья. У нас всегда весело и неожиданно так. Ладно, а вот бензоколонка побежал. Бедный Джашик с этими разъездами заснул. 10 раз, он уже спит. Габриэл закончился. Did you get an appointment? Нет. Поехали в школу. Короче, я так понимаю, это будет один из тех дней. Я приехала, забираю Габриэла. Он говорит, я расстроена. Я говорю, что такое? Доктор, когда проверил меня, сказал, что я... Короче, что меня оденут такие, типа, как резинки такие. Специальные, которые будут раздвигать зубы. Она ничего не одела. И, типа, потому что, как бы, больше работы должно было сделать, она не через 4 недели поставила его следующий прием, а через, ну, короче, где-то половине... В половине ноября. Я говорю, а у тебя есть какое-то чувство, что что-то происходит? Говорит, нет. Короче, ладно. Я пошла вовнутрь. Я говорю, так и так. Я хочу просто быть уверенной, что все сделано. Она пошла, короче, к этой медсестре. Ну, не медсестре, а ассистенту этому ортоданта. С ней что-то поговорила. Она говорит, пусть возвращается, я посмотрю. У меня Джашек спит. Я говорю, ладно, Габриэл, пошли. Возвращайся. Я надеюсь, что что-то сделаю. Ой. Мамина работа никогда не заканчивается. Сейчас я сейчас проснулся. Габриэл сейчас ланч возьмет. Скарлетт. А! И здесь твоя ланча. Отнесет к ней в школу. И потом пойдет в класс. Ну, короче, денек прелесть. Пайп. Без десяти час. Едем за Джульетт. Знаете, что Алекс делает? Даже вуз не дует. Спит. Спит наш Алекс. Я его не трогаю. Спится, хай спит. Он так посмотрел, ай. Развернулся, пошел спать дальше. Еще просто там стирку забирала с комнаты Габриэла. Так что... Ну, думаю, отсыпайся. Я думаю, у бабушки бы он не отсыпался. Ладно. Едем за Джульетт. Потом, я думаю, все-таки надо тормошить этого спящего красавца. Короче, проверочка машины Джульетт. Завела я ее. Ну, подергала туда-сюда, завела. Блин, Джульетте надо учиться. Полетала, как переляганная. Она... Ты хос? Нормально. Давай. Уже забрала, как бы, всех детей. И с Карли забыла свой финал. В общем, сбросила ее опять. Она подбежала вовнутрь. Я вот сижу, да, смотрю. А детей здесь... Вы знаете, мои дети здесь в меньшинстве. В смысле, белые дети. А тронька, наверное, там одна из единиц блондинка со всей школы. Выходят дети у всех черные волосы. Либо из Латинской Америки. Либо афроамериканцы. Либо арабского происхождения. Или немного... Не так много азиатов. Больше, как, может, индийцы есть. Но белых очень много. Это, в общем, конечно, большая разница. Но непривычно. От школы, которой мы ходили до этого. Ну, полезно и это испытать, наверное, на себе. Так, с Карли вернулась. Я вымачиваю мясо. Засоленное мясо. Говядину, которую я делаю для лилии. Три часа она должна вымачиваться. Потом я смазываю все аджикой. И будем подвешивать, наконец-то, для высушивания. Также я забатила мимозу. Кроме места картофеля использую сыр. И мне так нравится. И мне подходят по моей диете. Хотя, я вообще не знаю, что это справиться со своей диетой. Потому что я уже давно... Давно делаю себе поблажки. Чуть ли не каждый день. Здесь у меня обрезки говядины. Из-под балыка. Я собрала, чтобы оно как бы округлое все было. Его немного... Ну, немножечко жиркого сделаю. Может, Дэнни съест. Может, на двух человек будет до спадыша. Не знаю, как можно. Повешила я говяжий балык висеть. Обмазала аджикой. Все. Алекса покормила years. Здесь у меня жиркое уже, наверное, почти готово. Надо уменьшить огонь. И я поехала. Наконец-то всех собрали. Идем в парк. Кто-то возбужден, кто-то не очень. Наконец-то мы доехали. Уже, видите, у нас уже закат. Говорю, надо быстрее. Уже кто-то кричит, чтобы что-то веселое делали. Оказывается, сюда автобус даже ездит. И выл. в конкуре не меньше. Да. Не прийти. Ты такой, что это делает? Я люблю генериал. Ты любишь генериал? Да. Он уже с ними поздоровался. Он уже готов прыгать. Будьте осторожнее. Будьте осторожнее. Будьте осторожнее. Да, просто. Будьте осторожнее. Будьте осторожнее. Ж sitio с темною. Не требует меня нервис. Да. Ааа, тут мороженое Кафе? Это итальянский лёд Что, Беби? Так, все взрослые у нас удрали Алекс им купил мороженое, купила младше Здесь у нас шоколадное мороженое, здесь ванильное А девочка просто хотела этих Червячков Гамми червячков, да Так что все довольные, я надеюсь Джашик устроил концерт Он же когда рыбок смотрел, мы его с коляски забрали А потом его в коляску посадили Я думаю, ну сейчас уже в кафе рядом Даже его не, ну как Не застегнула, он истерику сделал Чтобы его застегнули Людей немного, классно Мне уже мороженое вручили Старших не слышно и не видно Вечер замечательный Воздух Погода супер Ну как раз тоже когда надо идти Но уже темнеет Ну как, достаточно хорошо На меня капает мороженое Уже на моей футболке А мне пофиг Не знаю что в этом мороженое Но мне пофиг Джашик, а ты куда? Подожди, 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 Джаш Ой-ой-ой-ой И Скарлетт ушла куда-то Скарлетт! Ну а я... Скарлетт! Ну все, он самостоятельно полез Он обычно с сестрой здесь лазил Часи Мам! Это холодно! Я знаю! Ой, что же будем делать? Ну, будем надеяться на лучшее, да? Мам! Здесь везде фонарями Освещение хорошее По всей площадке Я с Колюшу свою где-то посеяла Джашик вернулся к сестре К нам уже пришел работник Сказал, что не закрывает эту часть парка Я не знаю, что может быть открыто Дети, детям купить Говорят, закрывайте Выключайте свет, друзья Тогда мы уйдем Пустота И сверчки Ой, как быстро разогнали И все американцы послушно уходят Дети тоже Видите, закрывают Вот такие ворота Здесь еще не все вышли Они немножко оставили ворота открытыми Но, по идее, люди не должны были заходить Ну, их выгонят отсюда Я не знаю, что тут открыто Кроме берега Надеюсь, берег открыт Ой, Трыня Трыня, с тебя еще тот водитель Тут ресторан выглядит Красиво В ночи Огни в пруду И отражение ресторана Все меня прикалывает Вечернее все А главное воздух Воздух просто Осенний Красота Ну да Поздновато мы приехали Надо было Анжелику не ждать с работы Ух ты Ой О, вау Нашел горько себе Я хотела показать там Наша электростанция на реке Пьесо Местная Там станция Такое небо красивое Ой, гоу, гоу Все гоы И где наш фокус Река там Что-то фокус потерял бы Агитация по всему парку На вакцинацию На вакцинацию Даже отсюда Можно сразу себе сделать Прием Чтобы получить Закрыли уже горки Возвращаемся мы на качели Пока их не закрыли И все, больше ничего нет Все закрыто Такая качель Такая штучка И вот точно Не удержит Держишь дяшек Такой маленький Везде проскользнешь Вот Кто-то там котится за тобой Обалдеть Под тобой А вот и старшие Нашлись Случайно так Где их только не носила У меня теперь Трынка там В этом А зайчик Побегайчик У меня На гору залез У меня Трынка 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 Трынку Трына Трынка М Трыны Может быть Трыны Здорова Уф Ой С FROM И тогда Уф Алиса Уф Н соответственно Особенно Помогите Вы Од ramp Мы единственные здесь остались, говорю, идите поехали Нет, Олег самый первый, нет Я говорю, короче, будем здесь сидеть, пока нас вместе с полицией не выгонят Чтоб до нас дошло, что парк закрыт Тринка делится червячками, гамми червячками с сестрой Это селфи ног на качеле, вы же понимаете Наконец-то говорила всех пойти Небоскребы Талса выглядывают вдалеке Все, уходим Мы уже приехали, ну, около бабушки мы У нас тут у бабушки открыли Чиполи, так что Алекс и Анжелька пошли себе что-то купить И Габриэл в компанию пошел Хотела еще сказать, мы проезжали мимо одного дома Одного старинного дома, красиво все, бла-бла-бла И мы видим в окно две рождественские елки стоят Мы охренели Даже Анжелика заврала Ну это же слишком рано Завтра у нас будет 90 градусов, люди уже украшают елки Ой, как я устала, просто капец Чашек уже вырубился, надо теперь остальных в постельку уложить Комментарий дня я сегодня даю Ане Фостер Она пишет Алекс настоящий мужчина А настоящий мужчина должен кушать хорошо Красавчик племянник Джульетт Очень хорошо с собранными волосами Она сегодня выглядит на все 100% красоточка Огромное спасибо, очень приятно Хорошо проводим время, поэтому едим хорошо Ну а я буду с вами прощаться Огромное спасибо за просмотр ваш Поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы Я желаю вам спокойной ночи До новых встреч и ба-бай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!